Добрый день, у микрофона Никита Филиппов. Проблема аварийности с участием несовершеннолетних. Достаточно острая тема, волнующая многих югорчан. У нас сегодня в студии два гостя. Начальник отдела организационно-аналитической работы окружной госавтоинспекции Сергей Гурецкий. Сергей Юрьевич, добрый день. И начальник отдела Департамента образования и молодежной политики ЮГРЫ Филипенкова Ольга Ивановна. Ольга Ивановна, добрый день. Ну что, начнем с такого общего вопроса. Действительно существует такая проблема, проблема аварийности среди несовершеннолетних? Несмотря на снижение аварийности с участием детей, данная проблема, как вы сказали, актуальна для нашего округа. Я приведу небольшую статистику. В 163 ДТП у нас 178 ребятишек получили ранения. И, к сожалению, два ребенка у нас погибли. Это в Ханты-Мансийском районе ребенок был в качестве пассажира, находился на заднем пассажирском сиденье. И буквально вот в конце сентября, 23 сентября, у нас ребенок погиб в городе Мегионе. Был пешеходом. Но, как правило, у нас наибольшее количество ДТП регистрируется в летние месяцы, когда дети предоставлены сами себе. И, как констатирует факт, приходится, что у нас остро стала проблема ДТП по собственной неосторожности детей. Я думаю, что это связано и в какой-то мере с ограничительными мерами, потому что дети находились дома и во дворах в основном это проблема. То есть наезды на пешеходов во дворах. Если брать по категориям, то 52 ДТП были, где дети являлись пассажирами. При этом в 11 случаях они перевозились без детских удерживающих устройств. Ну, как я уже ранее говорил, один ребенок у нас погиб и 69 получили ранения, они были пешеходами. При этом 28 происшествий произошли в дворовых территориях у нас. Ну и вот, я как уже говорил, 63 происшествия – это по собственной неосторожности. Причем в одном случае ребенок погиб в городе Мегионе, то есть переходил, произучаясь на запрещающий сигнал светофора. Да, вы упомянули два трагические случая. Получается, в двух случаях были нарушены правила дорожного движения? Нет. В первом случае, где ребенок являлся пассажиром, он был пристегнут. Просто столкновение было такое, что ты получил травму несовместимую с жизнью. А во втором случае, да, ребенок нарушил установленные правила. Ольга Ивановна, можно ли говорить о том, что здесь самое большое значение играют именно родители, которые непосредственно своим примером должны показывать детям, как нужно правильно и как нужно соблюдать правила дорожного движения? Родитель – это неоспоримый авторитет для ребенка. Это главный пример в жизни. И, соответственно, когда родитель выполняет требования и правила дорожного движения, то ребенком они усваиваются, ну, скажем так, безусловно, на невербальном уровне. Ничего даже проговаривать не нужно. Нужно просто идти рядом и выполнять эти требования. И, соответственно, мы понимаем, что если дисциплинированный родитель, то и будет дисциплинированный ребенок, который будет тоже выполнять требования законопослушного гражданина и следовать правилам дорожного движения. Тут роль очень велика родителей. И вся государственная политика сегодня у нас нацелена на то, чтобы больше привлечь родителей к этой части и роль родителей еще более увеличить, повысить. Потому как национальные проекты, мы все понимаем, что они как раз нацелены на то, чтобы привлечь родительскую общественность к этим проблемам. Проект образования, демография и безопасные качественные дороги, они все нацелены как раз на повышение роли родителей в воспитании ребенка и сохранение тем самым жизни детей. Ну а что касается педагогов? Ведь ребенок, как правило, проводит часть своего дня в детском саду, в школе. Какую роль здесь учителя должны играть? Воспитательная деятельность в целом образовательной организации, в том числе и дошкольного, и школьного образования, она включает в себя мероприятия профилактического характера. Здесь различные акции и просветительские беседы, встречи, физминутки и прочее, которые включают, расставляют акценты и, соответственно, моделируют даже дорожно-транспортные ситуации, чтобы ребенок понимал, как переходить дорогу. Разрабатываются маршруты безопасного пути в школу, и, соответственно, сюда также привлекаются родители для того, чтобы дома объяснить ребенку, как безопасно дойти, где какой пешеходный переход, где он регулируемый, где нерегулируемый и так далее. То есть какая опасность может встретить его по выходу из дома. Да, вернемся к очень острой теме. Сергей Юрьевич, перевозка детей, да, организованная перевозка детей. Все мы помним трагедию, которая нас всех как-то очень сильно взбудоражила. И как вот сегодня проходит организация этих перевозок? Ну, уже практически 4 года прошло, как с этой ужасной трагедией, как мы все помним, скорбим вместе с родителями. В этом направлении сделано очень много, то есть как со стороны органов внутренних дел, так и со стороны заказчиков сопровождения. То есть контроль осуществляется как на уровне подготовки, так и в период перевозки. То есть заявки подаются заказчикам, и мы в свою очередь это контролируем. Ну, о качестве можно судить, то есть качество, я бы сказал, повысилось. То есть было порядка 2600 заявок на перевозок, осуществлено организованных групп детей по заявкам, и порядка двух сопровождений, это где более трех автобусов. И при этом всего было отказано в двух случаях при подаче заявлений. То есть там где-то транспортное средство не соответствовало, где-то требования к водителю не соответствовали. И при перевозке, то есть сотрудники госавтоинспекции, проверяя данные транспортные средства, было выявлено всего четыре нарушения правил перевозки детей. То есть было составлено три материала в отношении водителя, и один в отношении должностного лица. То есть эта работа на большом уровне организована, на высоком, я бы так сказал. Тогда поговорим о транспорте, который, как правило, используют дети, это велосипеды. Как все-таки приучить велосипедистов, и я сам с этим регулярно сталкиваюсь, сигналю, даже выхожу из машины и говорю, ну-ка слезли, когда переходите по пешеходному переходу. Вот как с этим бороться? Ну вот как коллега с департамента образования сказал, прежде всего должны заниматься родители, потому что дети, у меня у самого маленький ребенок, он копирует полностью родителей. Если вот я сам в городе езжу и вижу, что если там родители едут на велосипеде, и он не спешившись проезжает этот пешеходный переход, и дети за ним, то есть ребенок уже на подсознании понимает, что это можно делать, и он в следующий раз сделает это. У нас, ну, вот в этом году 37 таких автороварий зарегистрировано, где 37 ребятишек получили ранение. Слава Богу, малыми травмами, то есть обошлись. Но я вот поддерживаю полностью коллегу, что это должны заниматься родители этим, помимо преподавателей и сотрудников госавтоинспекции. То есть большая ответственность на родителях лежит в этой сфере. Ольга Ивановна, безусловно, Вы согласны? Конечно. Для этого еще и в муниципальных образованиях организованы автогородки, на которых также можно пройти путь и проехать на велосипеде, научиться, ощутить, как правильно, где нужно пройти пешком, пешеходный переход преодолеть, где можно проехать. То есть родитель может также прогуляться до автогородка, и наши образовательные организации также там мероприятия проводят. Оборудования достаточно, и, в общем-то, в этом дефицита нет. Есть, конечно же, действительно пренебрежение где-то может быть правилами, и отсюда все идет. Поэтому очень важно сохранять нашу культуру и, опять же, быть взрослым, бдительнее к другим, ну не к своим детям, скажем так, а к прохожим. Ну и, соответственно, делать своевременно напоминание о том, что существуют правила дорожного движения, которые гласят. Я так же, как и вы, в общем-то, стараюсь напоминать ребятам, когда они едут по пешеходному переходу. Совсем недавно прочитал, и один из последних вопросов. Хотелось бы просто узнать ваше мнение, ваше как представителя образования, ваше как представителя госавтоинспекции, о том, что рассматривается возможность, чтобы чуть ли не в школе ученикам уже выдавалось водительское удостоверение. То есть 16 лет, и это получается, ну, по западной манере, да, как в Америке, где там 16-17-летние школьники уже получают возможность управлять транспортным средством. Ну, наверное, это будет и влиять как-то на пересмотр ответственности. Соответственно, появится такое право, появятся и обязанности, и ответственность. Тут регулировать этот вопрос общественность, конечно, должна. Но опыт такой существует, что в школе готовят мальчиков, особенно на категорию С, для того, чтобы проходить потом военную службу. Но получают-то они права все-таки по совершеннолетию, да. Практика неплохая, может быть, она и будет применима. Сергей Юрьевич. Я тоже считаю, что положительный опыт так есть, хороший. Водительская категория получает из 16 лет. То есть я тоже, я сам отучился в школе, получил категорию БЦ, а по достижению 18-летнего возраста уже водительское удостоверение. Знания как бы не мешают и навыки управления транспортным средством и вообще дорожным движением. Особенно, наверное, когда ты являешься участником движения в другой роли, лучше начинаешь понимать ситуацию, как это со стороны водителя происходит на дороге, насколько тревожно. Но, тем не менее, как бы, наверное, права выдавать в 16, это еще досрочно. Там уже, конечно, будет видно. Большое спасибо за содержательную беседу. Нужно быть всегда бдительным и своим примером, собственно говоря, показывать, как нужно правильно соблюдать те самые правила дорожного движения. Проблема аварийности с участием несовершеннолетних. На эту тему мы сегодня говорили с начальником отдела организационно-аналитической работы. окружной госавтоинспекции Сергеем Гурецким. Сергей Юрьевич, спасибо. Мне тоже спасибо. И с начальником отдела департамента образования и молодежной политики ЮГРЫ Ольгой Филипенковой. Ольга Ивановна, вам спасибо. 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 Продолжение следует...